Привет, друзья! Это сравнение PlayStation 5 и Xbox Series X. И вы знаете, каждый год выходят подобные видео, и мне кажется, что такие видео нужно делать каждый год. Ведь сейчас компании набирают обороты в игровом секторе, как Sony, у которой выходит новый VR-шлем в этом году, так и Microsoft, от которых сейчас вообще не знаю, что ожидать. То не покупать Bethesda, то уже целую Activision Blizzard. В общем, все стремительно меняется, и, соответственно, каждый год информацию нужно обновлять. Единственное, кто не меняется, это Nintendo. Там всегда все стабильно, но это уже совсем другая история. Ведь сегодня я бы хотел обсудить PlayStation 5 и Xbox Series X, которыми я, в принципе, пользуюсь уже достаточное количество времени, чтобы составить для себя полную картину между тем, что предлагает компания Sony и компания Microsoft на игровом рынке, и рассказать вам про свой опыт пользования обеими системами. Приятного просмотра! Ну и начну, естественно, с дизайна, что, в общем-то, абсолютная вкусовщина, и, наверное, наименее важная во всем этом сравнение. Ну, если вы, конечно, пользуетесь консолью, так же, как и я, раз кинул возле телека и забыл, до того момента, пока не надо там протереть какую-нибудь пыль. Тем не менее, чисто на мой вкус, PlayStation 5 с дисководом – это просто урод. Здоровая, непропорциональная штуковина, которая непонятно для какого интерьера предназначена. Но, в этом дизайне я нашел одно положение, в котором консоль мне дико нравится. И если бы она стояла у меня на видном месте, а не за телевизором, ну, например, там, возле монитора, то я бы ее использовал только в таком положении. Получается, чистый белый лист с значком PlayStation на краю. И с таким прикольным, знаете, вырезом внизу под подставку. Выглядит классно, стильно. Сюда бы еще нацепить какую-нибудь там кастомную крышку с крутым принтом, и вообще огонь было бы. Вот такое положение просто скрывает все недостатки дизайна, даже не смотря на то, что она здоровая. Бокс же, с какой стороны ни посмотри, он хорош. Хотя многим может показаться скучным, но его спроектировали таким образом, чтобы охлаждение работало максимально эффективно. Раньше дома у меня была большая тумба по телевизорам, и я его ставил вот в таком вот положении, ребром на себя. И получалось тоже очень эффектно. Когда бокс стоит ровной поверхностью к вам, то выглядит как-то действительно скучновато. Советую вот такое положение, чтобы он как бы немного выглядывал из-за телевизора или монитора. Я прям честно кайфую. Короче, дизайн дело вкуса, но чисто из-за технической составляющей, из-за того, что дизайн бокса компактнее, лаконичнее и обоснован охлаждением, мне Xbox понравился больше. Ну и он как-то даже вписывается в любой интерьер. Хотя в таком положении плойка тоже очень даже классная, но для нее нужно больше места. Геймпад. С самого старта поколения я пользовался исключительно геймпадом Xbox. Xbox вообще моя основная платформа, до этого была PlayStation 4, но именно PlayStation 5 я пользовался только последние пару месяцев. И, о господи, сколько же было у меня ожиданий по поводу геймпада. Честно, после всего маркетинга вокруг DualSense у меня было такое, знаете, стойкое ощущение, что геймпад бокса так раз в пять хуже, чем у PlayStation. С ее инновациями, наворотами и вот этими словами в каждом ролике, где говорится, что PlayStation разговаривает с вами через геймпад благодаря супер вибрации, супер куркам, супер еще бог знает чему. Короче, ожидания были весьма высокими. По итогу, когда я наконец-то добрался до этого геймпада, я честно вообще не особо понял, от чего столько оргазмов у журналистов было. Вибрация, да, неплохая, но на боксе она вообще не хуже. Если на боксе разработчики хорошо поработали над вибрацией в той или иной игре, то моторчики бокса работают вообще не хуже, чем у DualSense. Возможности которого используются, ну, максимум всего в паре игр, но и в этих самих играх. Не сказать, чтобы это, знаете, было какое-то такое влияние, которое меняет ваше сознание. Короче, хз. Да, возможно, кому-то это действительно может показаться чем-то невероятным, там, поддуев геймпад, не знаю. Но у меня нет ощущения, что геймпад бокса хуже в чем-то. Или передает ощущения от игр хуже. Такого нет. По крайней мере, в тех играх, в которые я играю, я не ощутил. Но да, хочу все-таки сказать пару слов в сторону компании Microsoft, которая продает геймпад Xbox по той же стоимости, что и продается DualSense. Который, очевидно, гораздо более навороченный технологиями. Но, в принципе, это все не важно, используется это кем-то или нет, кайфует от этого кто-то или нет. Важен факт того, что оно есть в DualSense. А в геймпаде бокса этого всего нет. И при этом он стоит точно так же, как и DualSense. Я считаю, что как минимум баксов на 20, xboxовский геймпад должен быть дешевле. Обязан. Но, если отбросить именно что стоимость, то геймпад бокса, как по мне, прям в играх ничем не уступает геймпаду PlayStation. Но, хочу сказать, что расположение стиков и форма мне нравятся больше у бокса. Я долгое время сидел на PlayStation, но, когда взял в руки геймпад бокса, сразу понял, что вот эта схема расположения стиков, это прям мое. Вкусовщина, конечно, но у меня вот так. Ах, да, чуть не забыл, в DualSense аккумулятор встроен прям в геймпад. В то время, как на боксе тебе дают батарейки на первое время. Ну, а дальше ты уже выбираешь сам, что купить. И там и там есть свои плюсы. На плойке ты, например, купил геймпад, и он укомплектован. И ты не заморачиваешься, но привязан к этому конкретному аккумулятору, которого хватает максимум на 5 часов игры, если геймпад новый. Если аккумулятор сдохнет, то нужно будет менять весь геймпад. Ну, или искать мастерскую. В то время, как на боксе, с одной стороны, тебе, чтобы играть, нужно еще докупать, либо батарейки постоянно, что не советую делать. Либо искать альтернативу, например, купить оригинальный аккумулятор заряда, которого хватает примерно на месяц игры. Это просто жесть. Да, и стоит, он, конечно, не дешевый, но это выгонит, нежели покупать второй геймпад для PlayStation. Вместе с зарядной станцией, чтобы чередовать контроллеры, если один сядет во время игры. Либо же еще есть вариант подешевле, купить неоригинальные перезаряжаемые аккумуляторы. Я ими и пользуюсь. Стоит весь комплект долларов 15. Это две пары аккумуляторов и зарядка. И мне одного такого комплекта хватает дня на 4. Потом я просто вставляю другой комплект, а этот вставлю на зарядку. И все. Честно, удобно и выгоднее, нежели там на плойке. Но тут дело вкуса, как говорится. Поэтому, когда покупаете PlayStation 5, то берите сразу и второй геймпад, чтобы чередовать их, когда один сядет. Прям очень советую, очень удобно, хоть и не очень дешево. А что для кого удобнее и выгоднее, тут уже решайте сами. Интерфейс. Очень спорная штука и чистая вкусовщина. В принципе, как и все в этом мире, как и все в этих консолях. Но чисто визуально мне интерфейс плойки нравится больше. Мне нравится, что тут, знаете, такие небольшие иконки и ты можешь в полной мере насладиться фоном. Я люблю вообще фон красивый. Я бы хотел иметь возможность выбирать фон самому. Но идея, что фон переключается под соответственную игру и включается специально музыка, прикольно мне нравится. Атмосферненько так, знаете, становится. Я как пользователь iOS ловлю кайф. В то время как интерфейс Xbox более такой, знаете, нагроможденный фон не так хорошо видно. Я очень надеюсь, что в будущем они это изменят и очень хочется, чтобы интерфейс, так же как и на плойке, поддерживал HDR. Из-за того, что меню бокса не поддерживает HDR, а игры поддерживают, то когда ты выходишь из игры в главное меню, экран становится темным на секунду. Так как консоль переключается на контент в режиме SDR. На плойке же и меню, и игры всегда работают в HDR. И переключение между игрой и меню происходит максимально плавно и гладко. Прошло 2 года с выхода консолей и этой мелочи все еще нет на Xbox. Безумие, как такое вообще могло произойти? В общем, с точки зрения визуала и атмосферности, интерфейс блоки в плюсе. Но интерфейс бокса более функциональный и гораздо быстрее. Ну, не в плане скорости работы, а в плане, что вы гораздо быстрее можете добраться до той или иной точки в интерфейсе. Даже есть специальные исследования, сколько нужно сделать действия, чтобы добраться до той или иной функции, как на блоке, так и на боксе. И на боксе, на элементарные вещи, и в принципе вообще на все вещи, выходит меньше времени и движений. То есть структурно он более продуманный, как оказывается. Но, конечно, большие комки портят красоту. Это нужно менять. Производительность. Серия SX по грубой силе и в целом по сборке качественнее и мощнее, нежели PlayStation. Можете спросить любого, кто занимается ремонтом консолей и кто разбирал обе консоли. И он вам ответит, что Xbox более качественно сделан изнутри и Xbox реже носят в ремонт. Ну, а на каком-нибудь канале Digital Foundry вам подтвердят, что в большинстве мультиплатформенных игр Xbox работает лучше за счет более высоких показателей грубой силы. Хотя, по итогу, разница по производительности не такая уж большая, как ожидалось изначально. Но, по крайней мере, в данный момент так. Но вот что гораздо более важно, это, конечно же, игры. Я сейчас не говорю про игры от сторонних разработчиков, которые есть и там, и там. Я про игры, в которые вы можете сыграть только на Xbox или только на PlayStation. Ну, если мы говорим про консоли. И начиная с 2023 года, в принципе, не важно, какую консоль вы купите. И там, и там игры будут. Другой вопрос, что компания Sony и Microsoft стараются передавать разный игровой опыт с помощью своих студий. И если вы пользовались всю жизнь PlayStation и привыкли к ее играм, то Xbox не сможет удовлетворить ваши потребности в таком количестве кинематографичных игр, как PlayStation. Sony это компания, которая производит крутые фильмы. И она удачно переняла этот опыт в свое игровое подразделение. То есть, в каждой игре как цены всегда на высоком уровне. Их много, как правило. Да, бывают сценарии в их играх средние, а иногда вообще рука-лицо. Уникальный геймплей сложно найти. И это же касается геймдизайна в играх от Sony. Тут как бы всякое бывает. Я не говорю, что это все плохо, там, реализовано. Там все, ну, геймплей и так далее, все качественное. Просто мне, как игроку, который играет в разные игры, постоянно появляется ощущение, что это все я где-то уже видел, и в это все я уже где-то играл. Вот. Ну, мне как бы именно из-за геймплея часто скучновато. Но, опять же, это мой игровой опыт. И не у каждого он есть такой. Вот. И кому-то, кто-то будет кайфовать, кто-то там не играл там до этого с такой количества игр. И ему будет по кайфу. Вот. Поэтому это все условно, но я говорю, отталкиваясь от своего опыта. Например, за все поколение PlayStation 4, с точки зрения именно геймплея, я кайфанул только от двух игр. Это Bloodborne, безусловно, шедевр. И вторая, это Last of Us 2. Да, ее многие там захейтили, но, ребят, какой же тут геймплей, господи. Максимально выверенный. Управление персонажа очень отзывчивое. Персонаж делает именно то, что ты хочешь. В игре крутой тайминг. Тут-то нужно выстраивать тактику, с умом расходовать ресурсы и патроны. Ну и в целом, просто ручная работа. Я кайфанул. Всего две игры за все поколение PlayStation 4 с невариантным для меня геймплеем. Но, да, именно что постановки, катсцены всегда выполнены на высоком уровне. Ну и сами игры в основном выходят отшлифованной, без багов и специально заточенной под плойку. Если вы привыкли к такому, или хотите именно, что больше кинца, то Xbox вам это, ну, не предложит. Даже с тем учетом, сколько у него сейчас студий и сколько еще на подходе. Но он предложит вам кое-что другое. Если посмотреть на то, какие студии покупает Microsoft, то можно сразу понять, что Xbox не собирается конкурировать с PlayStation в кинематографе. Он хочет сделать упор на разнообразие. Он старается искать в играх интересный геймдизайн и крутой геймплей. Это его путь. И да, игры чаще всего выходят с багами на старте, не такие шлифованные. К этому стоит привыкнуть. Но мне в них именно что играть, а не смотреть интереснее. То есть, Xbox не сможет выдавать столько кинематографичного контента, как плойка. Но ему и не нужно, он идет другим путем. И мне нравится, что Box стремится предлагать другой контент, нежели PlayStation. И это хорошо. Xbox, Xbox не нужно быть PlayStation, как многие хотят и требуют от него этого. Такая консоль уже на рынке есть. Если вам нужна плойка, берите плойку. Все, вот он, она готовый продукт. Xbox должен быть Xbox'ом. Со своей культурой и своей философией в играх. И да, хочется добавить, что у Xbox'а есть обратная совместимость со всеми поколениями консолей. То есть, вы сможете сыграть в классику со всех поколений Xbox'а. Начиная там от Fable и заканчивая RDR1. Который, кстати, адаптирован под 4К разрешение. Как и многие другие игры обратной совместимости. Обратка в Xbox'е просто мое почтение. В то время как PlayStation имеет обратную совместимость только с PlayStation 4. Но в то же время плойки готовятся к выходу VR-шлем. Если вы хотите окунуться в мир в виртуальной реальности, то Xbox не сможет вам это предложить. Он делает упор на классический гейминг и концентрирует все ресурсы именно там. А что уже для вас важнее, то тоже выбирайте сами. Ну и конечно же, когда мы говорим про Xbox и PlayStation, я не могу упомянуть про их сервисы и подписки. Так как вишенкой на торте является то, что у Xbox'а гораздо более продвинутая подписка. За счет того, что Xbox добавляет все игры от внутренних студий в геймпасс с первого дня выхода. Ну и многие игры от сторонних разработчиков. В том числе крупные ААА проекты по типу Atomic Heart. S.T.A.L.K.E.R. 2, V.L.O.N.G. И это только в этом году, это только то, что известно, помимо игры от внутренних студий. Лойка вам такой щедрости не предложит. Ну, по крайней мере, в обозримом будущем так точно. Да, у нее тоже есть прикольная подписка. Они недавно выпустили аналог геймпасса. Но релизов с первого дня выхода там нет. И это именно что главное и ключевое их отличие. В целом, считаю, что консоли плюс-минус одинаково крутые. И вам нужно отталкиваться именно что от игр, которые вы ждете от той или иной платформы. Я, например, обожаю RPG. И мой выбор это однозначно Xbox. Уже только по этой причине. Потому что у них просто дофигища RPG в разработке находится. Поэтому тут как бы выбор только и только за вами. Что вам более предпочтительно. Но именно что благодаря геймпассу, с помощью которого вы сможете играть в очень многие релизы по подписке с первого дня. Xbox все-таки, мне кажется, выглядит более привлекательным в качестве основной платформы. И знаете, мне многие предъявляют, что мол, я не могу быть объективным, потому что у меня свой магазин с цифровыми играми для Xbox. Ну типа, я слишком привязан финансово к Xbox и у меня есть выгода. Соответственно, по-другому просто не могу рассуждать. И понимаете, фишка в том, что я точно так же имею возможность продавать игры и подписки на PlayStation. И я даже больше скажу. Мне часто в магазине пишут про игры для PlayStation. И когда у меня есть время и возможность, я оформляю заказы для ребят, у которых есть PlayStation. Если нет времени, то я просто говорю, что мол, ребят, извините, но магазин для PlayStation у меня пока только в разработке. Но обращайтесь чуть попозже. Что если судить по их логике, то я бы мог сконцентрироваться чисто на плойке. Хвалить ее во всем, превозносить святые эксклюзивы и зарабатывать даже больше. Ибо людей на плойке раза в три больше. Ну так исторически сложилось, что владельцев PlayStation в наших регионах, ну именно СНГ, больше. Поэтому, пожалуйста, не надо мне рассказывать про выгоду, которой я следую, когда снимаю видео про Xbox. В данном случае я говорю то, что я реально думаю и что пропустил через себя. И чему реально привержен. И это не зависит больше ни от чего. Ведь я и для Nintendo Switch могу продавать игры, а там аудитория готова переплачивать вообще сколько скажешь. И это, наверное, вообще самая выгодная платформа по играм. В общем, что я хочу сказать, ребят, по итогу. Чисто философски и идейно это два абсолютно разных продукта, которые стараются выполнять одну и ту же функцию. Развлекать. Но делают они это, опять же, по-разному. И пути для этого у них также разные. И это хорошо. Я не хотел бы видеть две абсолютно одинаковые продукции, которые занимаются копированием друг друга. Для меня выбор сделан. Это Xbox. Но иметь плойку дома, на которой можно проходить интересующие эксклюзивы, а не смотреть ролики на YouTube. Это очень крутая опция, и я вам настоятельно рекомендую по возможности иметь обе платформы. Одна основная, вторая для эксклюзивов. Даже если вы купите PS5, постарайтесь попозже докупить еще и серия S, хотя бы для игр Microsoft. Она вполне доступная и в связке с тем же геймпассом будет вам обходиться вообще в копейки. И при этом вы не пропустите ни одной игры Xbox'а. Или какие-нибудь там другие новинки по типу от Atomy Heart или Stalker, которые будут в геймпассе в первый день выхода. А на плойке вам, ну, пришлось бы за такое платить. А так, есть бок с подпиской, и вы уже, получается, окупили часть стоимости консоли, условно. Потому что не потратили эти деньги на PlayStation 5. В общем, вот так. Я не могу сказать, какая именно платформа должна стать основной конкретно для вас. И вам никто не скажет. Моя же задача была описать то, что предлагают обе компании. И на чем они делают упор в своих играх и сервисах. Выбирать исключительно вам.